Сказавшая о силе царя, о мужи, не сильны ли люди, владеющие землёю и морем, и всем содержавшимся в них? Но царь превозмогает и господствует над ними, и повелевает ими, и во всём, что бы ни сказал им, они повинуются. Если скажет, что они ополчились друг против друга, они исполняют. Если пошлёт их против неприятелей, они идут и разрушают города и стены и башни, и убивают, и бывают убиваемы, но не приступают к слову царского. Если же победят, всё приносят царю, что получат добычу и всё прочее. И те, которые не ходят на войну и не сражаются, но возделывают землю после посева, собрав жату, так же приносят царю. И, подуждая один другого, приносят царю дани. И он один, если скажет, убить, убивают. Если скажет, отпустить, отпускают. Сказал, бить, бьют. Сказал, опустошить, опустошают. Сказал, строить, строят. Сказал, срубить, срубают. Сказал, насадить, насаждают. И весь народ его, и поиска его повинуется ему. Кроме того, он возлежит, ест и бьёт, и спит. А они стерегут вокруг него, и не могут никто отойти. И делать дела свои, и не могут ослушаться его. О, мужи! Не сильнее ли всех царь, когда так повинуется ему? И замолчал. Третий же, сказавший о женщинах и об истине, это был зарванель. Начал говорить. О, мужи! Не велик ли царь? И многие из людей, и не сильно ли вино? Но кто господствует над ними и владеет ими? Не женщина, а не ей. Женщины родили царя, и весь народ, который владеет морем и землёю. И от них родились и ими вскормлены насаждающие виноград, из которого делается вино. Если делают одежду для людей, и наставляют украшения людям, и люди не могут быть без жен. Если соберут золото и серебро, и всякие драгоценности, а потом увидят одну женщину, хорошую, лицом и красивую. Оставив всё, устремляются к ней, и раскрыв рот, смотрят на неё. И все прилюбляются к ней более, чем к золоту и серебру, и ко всякой дорогой вещи. Человек оставляет воспитавшего его отца и страну свою, и прилюбляется к жене своей. И женою оставляет душу, и не помнит ни отца, ни матери, ни страны своей. И из этого должно он познать, что женщины господствуют над вами. Не подъемлете ли вы трудов, и не напрягаете ли усилий, и не отдаёте ли, и не приносите ли всего женам. Берёт человек меч свой и отправляется, чтобы выходить на дороги, и грабить, и красть, и готов плавать по морям, и рекам. Льва встречает, во тьме скитается, но лишь только украдёт, похитит и ограбит, относит то к возлюбленной. И более любит человек жену свою, нежели отца и мать. Многие сошли с ума и за женщин, и сделались рабами через них. Многие погибли, избились с пути, и согрешили через женщин. Неужели теперь не поверите мне, невеликий царь властью своей. Не боятся ли все страны прикоснуться к нему? Я видел его и обамину, дочь славного Вартака, царскую наложницу, сидящую по правой стороне царя. Она снимала венец с головы царя и возлагала на себя. А левой рукой ударяла царя по щеке. И при всём том царь смотрел на неё, раскрыв рот. Если она улыбнётся ему, улыбается и он. Если же она рассердится на него, он ласкает её, чтобы помириться с ним. О мужи! Как же не сильны женщины, когда так поступают они! Тогда царь и вельможи взглянули друг на друга, а он начал говорить об истине. О мужи! Не сильны ли женщины? Велика земля и высоко небо, и быстро в своём течении солнце. Ибо оно в один день обходит круг неба и опять возвращается на своё место. Невелик ли тот, кто совершает это? Истина велика и сильнее всего. Вся земля взывает к истине, и небо благословляет её. И все дела трясутся, и трепещут при идее. И нет в ней неправды, неправедно венок. Неправеден царь, неправедны женщины. Несправедливы все сыны человеческие, и все дела их таковы. И нет в них ни истины, и они погибнут в неправде своей. А истина пребывает и остаётся сильнее век. И живёт, и владычествует век века. И нет у ней лицеприятия и развлечения. Но делает она справедливая, удаляясь от всякого неправедного и злого. И всё одобряет, и все одобряют дела её. И нет в суде её ничего неправого. Она есть сила и царство, и власть, и величие всех веков. Благословен Бог истины. И перестал он говорить. И все возгласились тогда и сказали, Велика истина и сильнее всего. Тогда царь сказал ему, Проси, чего хочешь, более написанного, и дадим тебе, Так как ты оказался мудрейшим, И будешь сидеть подо меня, И будешь называться родственником моим. Тогда сказал он царю, Вспомни обещание, данное тобою в тот день, Которое ты принял, царство твое, Что ты построишь Иерусалим, И отошлёшь все сосуды, взятые из Иерусалима, Которые отобрал Кир, Когда дал обед разорить Варелон, И обещался выслать их туда. А ты обещался построить храм, Который сожгли едумеи, Когда иудея, а пустышина была халдеями. И об этом самом теперь я прошу тебя, Господин царь, и умоляю тебя, И в этом величие твое, Прошу тебя исполнить обещание, Которое ты устами твоими Обещал царю небесному исполнить. Тогда царь Дарий встав, Поцеловал его и написал ему письмо Ко всем правителям и начальникам областей, Игорь, начальникам и сатрапам, Чтобы они пропустили его, И с ним всех идущих строить Иерусалим. Также писал письма Ко всем местным начальникам, Кеве, Севе и Феникии, И находящимся в Ливане, Чтобы привозили с Ливана В Иерусалим тетрогой дерева, И помогали ему строить город. Писал о свободе, И для всех иудеев, Отправляющихся из царства, Чтобы никто из имеющих власть, Областной начальник, И сатрап, И правитель, Не приходили к дверям их, Но чтобы вся страна, Которой они владеют, Изъята была от Дани, И чтобы и Думеи Оставили селения иудеев, Которыми они владеют. Также, чтобы Даваемо Было на построение храма Каждогодно по 20 талантов, Доколе не будет построен. И для приношения на жертвенник Каждодневных всесожжений Сверх 17 предписанных Даваемо было еще по 10 талантов в год. И чтобы всем отправляющимся из Вавилона Была свобода строить город, Как самим, так и потомкам их, И всем священникам, Которые пойдут. Чем священное писание, хорошо, да? Я думаю, сейчас открою и будет, Ну, как, Евангелие, скорее всего, Думаю там, Открыл вот езду, оказался. И видите, обо всем сразу. Книга, ну, очень древняя езда, Очень давнешняя, еще там, 500 лет до Рождества Христова. И глядите уже, Как люди тогда искали истину. Говорили о чем? Говорили и о богатствах, О силе, о царе, О власти и убийствах. Все знали люди. Да, это такой спор затеяли интересный. Причем эти юноши, Которые затеяли спор, Один был взрывоверен иудей, А другие там были язычники. Они воспитывались одинаково в этом царстве. Это как нужно было веру сохранить, Этому взрывоверену. И мы читаем, он говорит, Помнишь ты обещал солюдание? Представьте, обещал. И что обещал? Ни много, ни мало отстроить его разрушенный, Его город. Он знал, что он значит еврей. Понимаете? То есть проповедь и в то время уже звучала. Своеобразно. Но она доходила до царей И менялось все. То есть не было уже иудея. И не должно было быть. И вдруг верующий, Настоящий верующий человек, И не так, чтобы он восстал как-то или нет, Он говорит о правде. Причем, представьте, там же это Апимана, она наложница его. И он о ней говорит перед царем. Видно, что она наложница вот сейчас, Шишня, а не та, которая. Вы знаете, как если говорить О какой-нибудь женщине и мужчине, Там сразу такое все, Местер трясется. Да ты что там, не трогай ее. И он при всех говорит о ней Перед царем. Его парень не должны были казнить сразу. И смеется, говорит, Того ласкается, И он приметил это. А другие приметили и боялись сказать. А он всю правду говорит. И это им царю понравилось. Видите, как понравилось. Вельможа тоже. И все говорят сразу, Ты мудрейший, говорят. Он что сказал-то? Он только истину сказал. Ну как приметил? Почему? Потому что он был верующий человек. У неверующего человека Приметы совсем другие. Там подойдешь куда-нибудь, О, вот там к женщине поговорить. О, он подошел к женщине просто так. Это неверующие люди. А если верующий, Они знают, Подошел к благовестному. Это непонятно дураку. Мы этого брата знаем. То есть понимаете, Как это все? Там, как про Игнать Тихоновича, Смотрите в интернете, Как неверующие там. Такие родители там. Просто кошмар. Ругаются матами, Как верующие в благословение. И видно, Что это сектанты. От православных благословения дождешься. Только от тех, Которые здесь уже побывали. А другие все, Что-то выискивают, Копаются, Как вот эта молотинка идет. Мины, Взрывы только вот этой гадости вылетают. Почему? Потому что Не было такой закваски, Как вот у этого имидея зарывали. Его родители научили, Как он плачет по Иерусалиму. А нам что, Не о чем плакать что ли? У нас что, Все так прекрасно, Отлично. Мы, Если сейчас с вами, Захотим остаться вот в этой компании, Машей, Ну будем говорить общий. Вот сейчас у нас община. Много, конечно, Некрещенных людей еще. Но это оглашенные люди. Оглашенные должны быть в церкви. Кричат, Оглашенные задите, Оглашенные задите. Кричат, Орут там уже тысячелетия. И никто никуда не выходит. Выходит только вот в одной этой общине. И Акима Лапкина. А почему? Потому что наставление Игнатия Лапкина Здесь есть. Который говорит, Вы читайте книги. Люди начинают читать, И совесть просыпается. И то же самое проснулась совесть, Мы видим у этих людей. Они язычники, А совесть проснулась. Почему? Тогда люди были почестнее. А сейчас Всякий пулик свое болото хвалит. И кого не коснешься, Уже все перепахали. Вот это даже не перепахали, Не знаю, Засеяли термием эти священники. Неродивые. Которым не люди нужны, А только одно. Вы знаете, Это корыстолюбие. Сребролюбие, Сребролюбие корень всех зол. Это, говорит, Псы, которые бредят лежа, Не умеющие лаять. Что значит не умеющие лаять? А вот зашел во двор, У тебя велосипед стоит, А ты вроде в деревне. Взял и укатил. А пес лежит, Спит. Вот такие священники над душами нашими. Где найдешь священника? Игнатий Тихонович молится. Заметели? Тихим голосом уже. Ну, он так молится. Это просьба, Господи, Если можно, Священника пошли. У нас было 10 священников. И ни один, Как сейчас говорят, Не смог вывести это. Почему? Не было рождения С высшей прямокласс. И ни один наш брат Почему-то не смог Достигнуть вот этой Планки священнической. Я не знаю почему. Недостойные оказываются. Я думаю, Если недостойные, Значит еще, Ну, не пришло просто время. Потому что, Ну, братья у нас такие благочестивые. Ну, насколько, Не знаем друг друга. Давно уже. Общие не 28 лет. Мы друг с другом прям притерлись. Мы одна семья. И поэтому, Я хочу, Напоследок, Слово своего, Может еще кто скажет, Призвать. Давайте будем, Как этот Заравалель, Нигде не бояться Произносить истины слова. И всегда оставаться с Господом. Потому что, Если бы он не знал Писание, Он бы никогда так не смог ответить. И женщинам не надо Обижаться на его слова. Вы заметили, Как сказано о женщинах? Женщины сильны, Но, как всегда, Только на зло. Поэтому, Всякие украшения, Всякие необыкновенно Дорогие вещи, Перестаньте требовать От ваших мужей, Верующие они или неверующие. Потому что, Ему надо будет выходить, А кому-то и с мечом. У меня был верующий человек, Которого нужда, Ну, Жена, Нужна, Заставила выйти скидем В кафе. И он мне потом рассказывал, С дружью голоса, Слезы лились. Ну, он как на исповеди. Говорит, У меня такое было, Это было там, Несколько дней назад. И я даже ничего по нему не увидишь. Вот как я вышел, Грубил Ать, Ты понимаешь, До чего зашел уже. Оделся во все черное, Лицо намазал специально Вакцей, Чтобы видно было. И вышел в кафе, И приметил мужичка уже, Сделал себе такую кувалдочку, Что мы сразу, Я бы знал, Что он убил, Ушу занимался, Ударом детским, И говорит, Уже подошел, Говорит, К этому пьяному, Говорит, И он, говорит, Повернулся, Как раз, Говорит, Там свет фонаря упал, Я, говорит, Увидел этот человек, И говорит, Просто упал, Говорит, И ничего не смог сделать, Я, говорит, Никто не увидел ничего, Ну вот это раскаяние было, Это страшно просто, Поэтому, Вы знаете, Что, Вы вроде бы не сильные, Но вот, Эта сила ваша, Она не в добре, Понимаете, А вы покажите, Мужу, Повиновение, Вот, Которое Господь нам показывает, И не, Не муж для жены, Но жена для мужа, И не муж согрешил, Не муж, Так написано, Прямо, Первая Коринфян, Одиннадцатая глава, Но жена, И когда начнете, Там, Попиливать немножко его, Вспомните это, А муж верующий, Он никогда вас, Не будет, Не зазирать, Не не любить, Не надо этого бояться, И вот, Слово ревности, Выбросьте вообще, Из своего бихода, Вы верующие люди, И обида еще, Тоже, Перестаньте обижаться, Если что-то надо выяснить, Выясняйте, Господь говорит, Брат согрешил, Иди, Выговори ему, Восемнадцатая глава, Матфея, Считайте, Там все написано, Как это нужно делать, А дальше есть церковь, И Господь говорит, Где двое или трое собраны, Во имя Мое, Сектанты пишут, Во имя Мое, А подразумевают, Собрались сами, Собрались, Когда говоришь, Собраны, Они говорят, Да, Собрались, Собраны, Собрались, То есть, Русской грамматики никакой, То есть, Совести, Ни на грушу, Не осталось, Собраны, Это значит, Кто-то собрал, И нас здесь собрал, Собрал, Не Игнатий Тихонович, Латкин, А собрала вера, Которую Господь дал ему, И он никогда себе этого не приписывает, И не надо ездить к Игнатию Тихоновичу, Как приехал шахматов, Вот он не знает, Что делать теперь с этим, Бедняга, А едьте ко спасению, К отчизне, Которая на небесах, Потому что церковь, Это не один человек, Церковь, Это соборность, Это многие члены, Вот сейчас мы все собрались, Хотелось бы вот так вот, Остаться, Чтобы, Но, Господь рассеял и сказал, Идите, Благовествуйте по двое, И разошлись по двое, Поэтому, Приятно осознавать, Что и в Германии, Где-то у нас, И в Америке, Там есть, Верующие, Настоящие люди, Которые благовествуют, Там на стихи, Там пишет, Сестра такие интересные, Ходит там по больницам, Я просто, Один совет, Для всех, Кто будет смотреть, Даже здесь находящих, Когда люди сюда приезжают, Даже некоторые люди приезжают, Я приехал отдохнуть сюда, Я сразу даю добрый совет, То есть, Ты сюда едешь, Для того, Чтобы послужить, Всеми талантами, Которые тебя Бог наделил, Это раз, Во-вторых, Ты сюда приезжай, Должен, Цель у тебя должна быть ставить, Научиться чему-то, То есть, Вот тогда у тебя будет, Как-то все со смирением проходить, А не то, Что я, Я-то должен, Я тоже, Когда Киначенко, На чего поселился, Я же думал, Что все мягкие, Пушистые сюда приехали, Верующим-то, Я же не знал, Что меня будет, Как говорится, Меня тут исправлять, Отечая их, Хотя, Воспитывать, Воспитывать, Да, То есть, Обличениями, Потому что, Как 1 Коринфер 14 говорит, Пав, покойник, Скажешь, Ты действительно с вами Бог, То есть, Потому что будет всеми обличаемы, Со всех сторон, То есть, Один так подойдет, Кто-то, конечно, Подойдет тебе, Грубовато скажет, А кто-то, Спокойный голос тебе скажет, Но тоже обличает, То есть, Вот так не надо делать, Когда Игорь, Игорь, Просто мне сказал, Поясок, Здесь вот, Носить, Не надо с левой стороны, А у меня просто, Да что я буду, Право просить, Я уже тоже, Залпивался, А что ты такого, Взял бы, Передил бы, И все, Уже, Все, Уже, 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 И в оконцовке, Что получу, Через год я раз из общих убежал, Почему? Потому что я, Цель эту не стоял, Приехать, Игнатьич, Научиться, Я приехал просто к велочим братьям, То есть, Цель-то не было, А мне давай, Брат там начал, Там, По географии, Там, По истории, А я там, Как этот, Ёрш какой-то, Утерсин, Да, Всю руку искал, Да, А концовки, Игнать, Игнатьич меня обличал, Потом при братье обличал, Потом взял на собрание, Сказал уровень, Его уровень, Третьего класса, Мне так обидно это стало, С третьего класса, Ну а сейчас, Видите, Брат, Через десятилетие уже, Через десятилетие уже, Уровень не третьего класса, Географию проверять не будем, Ладно, То есть, Виктор Лея скажет, Давайте, Анатомию проверим, А вот такой, Долго совет, У кого-то, Может быть, Слово есть еще, Может быть, Не поезды, Виктора Андреевича, Хотелось бы послушать, Ну, Может, Вопрос какой-то есть, Да, Так, Ну, Вот, Какое вам больше всего Запомнилось, Вот, Подобное собрание, Как сейчас, Вот, За все эти годы, Может, Что-то припомните, Или связано с этим Какое-то событие, Что касается сегодняшнего нашего собрания, Мне удивляет, Что братьев достаточно много, Обычно как-то мало было, Обычно были сестры в возрасте, Преобладали, В основном, Представители, Женщины, Теплышки, 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 Сестры, Будем так говорить, А вот сегодня я вижу, И с большим удовлетворением, Я это отметил, Что братьев, Пожалуй, Даже побольше, Если посчитать, Вот, Но, Разные ситуации были, Первое, Мое посещение, Потеряевку, Было связано, С тем, Что мы приехали сюда, На крещение дочери, Это было, А? Ваша, Да, Моей дочери, Анастасия, Мне было, Дима, Сто первого, Два года, Не этники, Это был, Еще девяносто, Два года, Ее было, Мы долго, Полтави, Да, Царство Небесное, Валентина Павловна, Конева, Она, Собственно, Меня привела, Бывшая бартистка, Да, Бывшая бартистка, Она меня привела, К Игнасте Тихоновичу, Она рассказала, Что вот есть такой человек, Который, Да, У меня возникла мысль, Два года, И вспомнил дочери, И возникла мысль, Что нужно крестить дочь, Сам я крещен был в детстве, В младенческом возрасте, В Робцовске, Поэтому для меня этот вопрос, Мне хотелось, Конечно, Пройти это крещение, Как здесь, Потому что, Не знаю, Не помню, Как это совершалось Надо мной, В младенчестве, Хотя мама неоднократно рассказала, Что это было троекратное, Полное погружение, Это в то время было, Это сорок седьмой год, Но тем не менее, Это вот так совершилось, Потому что она рассказывала, Как это совершалось, И что крестный мой, Таксер говорил, Ой, Он уже захлебнулся, Захлебнулся, Ничего, До сих пор, Не захлебнулся, Поэтому мне хотелось предпринять, Чтобы дочь была крещеной, И жена так согласилась, Хотя она потом все это вышло в другую сторону, Потому что воспитывалась в семье коммуниста, Атеиста, Обоих родителей, Он был главным зеленарным врачом, Работал в крыльной партии, Естественно, Все там было, И вот мы, Когда приехали сюда, Собрались мы, Значит, С женой, С дочерью, И ее одноклассница, Одногруппница, Со своим сыном, Со своим мужем, На их машине, Долго плутали по полям, Валентина Павловна сказала, Что будет крещение В озере Потеряевки, Я звоню, Значит, В Покровский храм, Говорю, А где вот такое вот крещение Это Потеряевки-то будет? Это что? Да там сектанты, Да как вы туда, Зачем вы туда поедете? Ну, Тем не менее, Поехали, Поехали, И вот долго плутали по полям, Нашли, значит, Вот этот вот, Остов от конюшни, Который был, Переехали, Здесь никого практически нет, В лагерь, Там, Кто не был, Еще завтра можно будет сходить, Посмотреть, Да, Завтра мы будем обедать, Да там? Да. Значит, Все убедили, Сегодня были экскурсии, Но обед еще будет завтра, Вот, И мы, значит, Посмотрели, Цеполатки, Нашли отпустили пока, А отец Наум, В это время был, И они уходили, В лес, Молились в лесу, Мы дождались от них, Оттуда вернулись, Когда Валентина Павловна пришла, Вот она, собственно, И была нашим человеком, Который нас поднакомил с Игнаем Тихоновичем, И нас допустили к лечению, Там еще подъехали потом, На мотоцикле, Откуда-то из ближайшего, Сирене, Женщина, По-моему, Она в шоке была, И подпоясанная, Рубаха такая, Узлом завязывая, Ну и их сразу отправили В обратную сторону, На допустили крещение, Вот была как-то исповедь, Отец Наум провел исповедь, Почему-то вот, Разговаривал с моей женой, Потом разговаривал С ее подругой, И я помню себя В этой исповеди, Ну такой я хороший был, Такой пушистый, Такой я праведный, Нет, Это было всегда, И до сих пор стыдно За эту первую мою исповедь, Только я помню, Что Отец Наум сказал, Что теперь нужно все менять, Нужно прививляться в Бог, Что друзей теперь надо менять, И все, Теперь здесь весь образ жизни Другой должен быть, И, естественно, После этого я, Когда мы вернулись домой, Да, Когда жена здесь побыла, Она увидела все это благолепие, Духовное, Она сказала, О, пожил бы здесь хотя бы неделю, Ну вот она расположилась в ее сердце, Просто так, Буквально через два дня, Все кардинально в нашей семье изменилось, Начались ссоры, Раздоры, Ты что, Хочешь стать верующим? Тут я уже твердо решил, Что я верующий, Но я и был всегда, Считал себя, Во всяком случае, Верующим, То есть были молитвы, Бабушка была всегда глубоко верующей, И от нее все это пришло ко мне, В нашей семье была икона, И несмотря на советские, Вот все эти дела, И они или комсомолия, Где только меня потом не носило, Но вот, Все эти искания потом Привели к истине в итоге, Не зря это Господь меня вправил по всем этим, До глубин сатаницких я не дошел, Слава Богу, Но, Это была и йога, И суфизм, И биоэнергетика, И система джун, И деточка Иванова, И что только не было, И Ирина Хнофьев был, Но, В общем, Пришел к истине, Вернулся, Вернее, И выстину, Так, И вот, Потом занятия были, И занятия в начале, В первом университете были, А потом уже в политехническом университете, Постоянно, Как будто Людмила Степанова уже рассказывала, Написали там, Конспекты, Занимались Словом Божиим, Постоянно, И потом первое свое празднование Пасхи, Это было что-то, Это было вот, Ну, во-первых, Был такой первый пост, Великий пост, Да, Все мы тут были, Ну, И как-то вот, Горели, Буквально, Горели мы верой, Горели, Желанием быть истинными, Чадами Божьими, Постились просто вот, Как говорится, Как Игнатихич, Вот он, Первые три дня, Не есть, Не пить, Потом, Неделя эта вся постная, И последняя, И в течение всего поста, Сражайшее соблюдение, Молитва, И когда приехали сюда, Вот, На, Это празднование, Святой Пасхи, Крестный ход, Такое небо, Звездное, И мы тут, Эту березовку, Первый раз, В таком количестве, Увидел, Что с лошадей, Поили этой березовкой, У батюшки, Вот первый дом, Который там, Около озера, Первый дом батюшки, Там, С крестами, Крестом, Выложен, Это его первый дом, Был со мамой, Вот там и спали на, У него на палатах, Ну, Все было прекрасно, Это просто, Потом были подобные, Но самые первые впечатления, Всегда более острые, Всегда такие, Но первая вещь, Это первая любовь, Да, Это первая любовь, Я скажу вам, Братья и сестры, Что вот, Многие из наших, Братья и сестры, Многие из наших, Братьев и сестры, Постепенно стали терять, Эту первую любовь, Охлаждаться, И батюшка наш, Постоянно говорит, Нужно себя постоянно, Нудить, Заставлять, Преодолевать, Вот эта, Леность, Это расхолаживание, Бодрствование, Бодрствование, Нужно постоянно бодрствовать своей душой, Потому что, Нет ничего более ценного, Чего твоя бессмертная душа, Тело это наше рассыпется, Вот передо мной лежит, Трук, В нем все, Буквально есть до единого атома, Что было вот только что, Пять минут назад, А чего нету, Вот взвешивать его до этого и до этого, Говорят, что взвешивают и какой-то, Тридцать грамм тут же, Да, 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 Разницу, если находят, Но тем не менее, Чего нету, Души нет, Как можно не верить в это, Это, Я не знаю, Да, Моего коллегу, Война Есенецкого, Который был архиепископ Лукан, Он был величайшим хирургом, Владевшим оперативной техникой, Оперировал все, От пятки до макушки, Глаз оперировал, Гениталии оперировал, Легкие, Грустную полость, Грустную полость, Все оперировал, Больше всего он работал в гнойной хирургии, Одним смахом скальпеля он рассекал столько листов, Вот пощупает один листочек, Он скажет 11 листов, Он одним смахом листа скальпеля рассекал именно 11, Не больше, не меньше, Гритуозная техника, Огромные знания, Талант, Талант, Он при Сталине же единственной получил, Единственной Сталинской премьи, Он сказал, что я буду получать ее только в полном облачении, И вот его спрашивали, Как вы, человек, достигший таких высот в медицине, Можете верить в какую-то бессмертную душу, У Бога, Он говорит, Подолгу служил своей, Я вскрыл ей одну черепную коробку, Но ни в одной из них я не обнаружил ума, Но это же не свидетельство, что мы все безумные, То есть есть то, что недоступно нашим органам чувств, Это не значит, что мы не можем нашим органам чувств воспринять что-то, Это не значит, что это отсутствует, Если мы так будем поступать, то мы сразу себе отруглаемся в путь познания, в путь познания против всего Божественной истины. Кислая рожа сидишь. Ну, Было крещение такое в 91-м году, Когда это самое многочисленное было крещение, Когда Игнат Тихонович отсутствовал, Был в Америке, Здесь было крещение, Было три священника, И в озере было крещение, Но из того крещения, Больше всего и ушло, Из тех крестившихся. А с 96-го года, Когда Игнат Тихоновича много осталось. Я все время думаю, Как трудно Игнат Тихоновичу, Когда он вкладывает столько Своих духовных сил В каждого из нас, И мы становимся ему близкими, Родными и потом в них теряет. Я по себе это знаю, Насколько это трудно и тяжело переживать, Потому что те люди, С которыми я работал, С которыми я был близок и очень близок, Они потом уходили. Как это вот, Это не то, что слезы, Это просто кровавые слезы сердца души. И как вы это переживали? Ну так и переживало. Продолжал благовестку активировать. Виктор Андреевич, наш врач. Мы ездили, ходили по квартирам. Выбирали квартал в городе. Из одной квартиры в другую, Из одного подъезда в другой, И следующие охватывали практически весь город. По 20 человек. У нас в воскресенье была миссия. На 3-4 часа мы выходили, Квартал какой-то забирали, Пока не пройдем. По 500 квартир проходили. И везде заносили Евангелие или материалы. Мы даже думали одно время, Когда распространили 60 тысяч материалов о крещении, Думали, что Барнаул просто взорвется истиной. Потом поехали по деревням, По краю проехали многие деревни, Приближайшие к Барнаулу и дальше. Потом дальние путешествия наши братья совершали. По зарубежью, Ближнему и Дальнему. Но об этом все уже есть. Между прочим, одно из моих любимых было везде. Именно вот деревни, квартиры, улица. То есть это одно из любимых. В 2011 году интернет все начал менять. Хотя он с 2007 года у нас. Но 4 года он раскачивался, Как говорили наши ведущие этот интернет. Говорили, надо раскачаться, надо раскачаться. И там было 300 человек. Сейчас уже почти 40 тысяч, может, больше даже уже. Это подписчиков только. То есть люди постепенно смотрели. Ну, познакомиться же надо. А то сразу же не узнаешь человека. Ну, а что касается вернуться к тому, что с чего я начал, жена моя стала верующим человеком. Причем глубоко верующим человеком. Правда, она у старобрядцев. Ну, это как бы в пику изначально было сделано, что она ушла не к нам. Неприятие Игнать Тихоновича было однозначно. Поэтому в пику мне не ушла туда. Там с зарубежной церквью было связано, наверное, да? Что? А какие причины она называла? Да, даже узнали, что это зарубежная церковь. Да, конечно. А почему она не принимала Игнать Тихоновича? Что она вам говорила? Ей не нравилось вот это обличение. Обличение, прежде всего, как женщины. Обличение, когда мы пришли первый раз, было застолье на Никитина в квартире Игната Тихоновича. Большой стол раскладывался, и мы там все собираемся. Это был как раз праздник крещения. Игнать Тихонович, когда на нее посмотрел, сказал, да, ну тут лет 11 надо будет работать. Пришлось работать больше, я скажу вам. Ну, слава Богу, вот это чудо просто было чудовое. Были такие ситуации, когда мы с детьми оставались одни, она убегала к родителям, мы, вставаясь с детьми, зажигали свечи, молились со слезами. И буквально через несколько минут возвращается. Вот транспорта нету, еще чего-нибудь. Так что, ну и очень ревностная она, христианка стала. Порой даже меня удивляет и пересчеголяет. Вот, например, у них там подготовка, вот четыре поста, они готовятся гораздо, ну, как бы чисто формально, но более тщательно. С формальной стороны. Слава Богу. Но хочу вас всех, вот присутствующих, и кто будет смотреть этот ролик, помолиться о моих детях, о рабе Анастасии, ее мужа Сергии, младенце Таисии, моей внучки, и больше всего о Никите, сыне моем, который все дальше уходит. Это печально. Более всего печально. Когда дети, хотя вложено было в них немало, я только надеюсь, что на милость Божия, что Господь на протяжении их жизни найдет время, найдет место, когда заставит их вернуться к истине. Их обрести, прежде всего, истину. Может быть, она не была обретена ими, но найти. Детей без Слову Божьего оставлять нельзя. Нужно постоянно заниматься с ними. Только тогда будет посеяно. Правда, это 50 на 50, но зато это 50 на 50, а не 100% пропасти. Насеялось. Мы читали Слово Божие, читали и молились постоянно. Молитву, Библию для детей, вот это красивое такое здание, и в картинках отдельные были, и беседы, и Жития Святых читали, и молились. Были они здесь в лагере, ну, вот так пока. Так что прошу молиться. Вспоминают речи о блудном сыне. То есть им надо спиранно хлебаться всего этого мира, для того, чтобы понять все это, где он был, что он слышал, осознание пришло. Тогда может Господь его все... Получается, прежде чем прибраться в душе до конца, нам приходится на мусорь. Виктор Андреевич, а вы же были одним из первых членов этой общины? Да, нашей. Мы вот, Алистина Пантелеевна была, была моя мама, была соседка наша, Таисия Григорьевна, была Тоня, Антонина была, забыл фамилией ее. Ну, две дочери у нее были, они ходили к нам. Спорная? Да, да, я понял. Глотких. Глотких, 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 да, потом был вот это... Наташа Иганя. Олег Николай Олегович был, Николай Олегович был, и помню... А, Вадежда, Вадежда, Вадежда была? Сестра ваша? Да, да, да. Вадежда Андреевна, мама... То есть ваша семья составляла чуть ли не третью часть. Вадим, да, Вадим, мама, я и сестра. Слава Богу, вот они пока... И все? Ну, мама отошла, конечно. Да, мама уже перефицировала. Я приехал на могилу к маме, покаяться при ней, в том, что я обижал, ее, это постоянно, слезы. Но... Помню, вспоминаю, это был ясный такой день. Это было ранней весной. И мы собирались, разбирали устав, приблизительный устав, создавали устав нашей общины. Вот. И после этого он еще дополнялся, разбирался. Но вот это было первое наше заседание, собрание, когда надо было уже официально регистрировать нашу общину. И помню, босые ноги, Игна Тихонович почему-то сидел, с босыми ногами, интересно, как бы, дополнил. вы не ожидали, что устав, это явится просто камнем преткновения для очень-очень многих сотен людей, которые могли бы сейчас тут присутствовать. Тут бы не деревня была, а маленький город. Если бы все остались, как они стремились там и были оглашенными. И ничего не осталось. Ну, устав это правило. Это правило дорожного движения. Их нарушать нельзя. Правило дорожного движения в Царстве Небесном это более главное правило, чем правило дорожного движения на дорогах. Конечно. Потому что за ограду церкви, если выйдешь, тебя похитит волчара. Конечно. Сатана. А если не хочешь исполнять эти заповеди, этот общий устав, который принят общим голосованием, тогда о чем говорит? Причем это же не измышления человеческие. А там буквально все испещено. Весь этот устав испещен выдержками из Священного Писания. Это Слово Божие, прежде всего. На Слове Божьем все основано. Если ты этому противишься, ты противишься Богу. А гордому Бог противится, а смиренному дает благодать. Еще можно напомнить место в Писании, 10-я глава Евангелия Трана, когда Господь говорит «И тогда только человек войдет и выйдет». И пажет найдет. И толкования практически нет. Игнатих молился Господу и Господь открыл ему. Что значит войдет и выйдет. Если ты войдешь в церковь, ты как выйдешь-то? Оказывается, что Господь дает такую веру, такую силу человеку в церкви, что он может выйти на дело проповеди, найти пажет. И сатана не коснется его, потому что он будет искренне верующий даже за пределами храма своей, церкви своей, оградой этой. Потому что придется выйти все равно. Господь говорит, посылает. А если кто не выйдет, тот и не будет верным. Мы здесь подготавливаемся не просто, чтобы смотреть друг на дружку, улыбаться и что, булочку, сладкого чая давайте, с вареньем. вот когда мы первый раз вели занятия в общине нашей, просто сами решили вести занятия, там Николай Тихныч свои занятия ведет, а мы решили еще собираться в дополнение, два дня в неделю еще посвятили вот этим сборам занятий. И решили, братья и сестры, что мы не будем никаких чаев пить, а будем только молиться, читать Священное Писание из Златоуста. И мы прочитали Евангелие, которое Златоуст толкал, все его толкования прочитали, вот на этих занятиях своих. Нас собиралось немного, там человек до десяти, но зато мы все были энтузиастами этого дела. Мы очень любили Священное Писание. Виктор Старченко приходил... Почему любили, брат? С людям? Нет, тогда я имею в виду, сейчас, ну и конечно это продолжилось. Любили, потому что трудились мной. Приходил Виктор Старченко, протягивал ноги уставшие, он работал на стройке, там долбил все бетон. И вот так вот раз, и у него от портянок как синие все пальцы. Я смотрел долго, потом узнать них, ничего Виктора Савченко как синие пальцы. Он сделал замечание, приходил и говорю, иудокей Козьмонов, можно я его с ноги помою? Да милый ты мой, да Витенька? Да конечно. Он пойдет ноги отмой, пришел чистый и опять и сидит читает. Но это было так трогательно, конечно. Ну одних уж нет другие далече, но многие еще и живые. Я разметал Господь и Франция, Америка, Австралия, Германия. Игнать Игорь говорил кстати про это, что вы думаете вот так все время будете сидеть, Господь говорит, как хлопнет вот так и разлетимся все. Поэтому нужно каждому из нас быть не просто таким как Игнатий Тихонович. А как говорит апостол Павел подражайте мне как я Христу. У нас должны быть у всех те же чувствования что Иисуса Христа. Поэтому ну кто там смотрит на кого кто там кому подражает по человечеству. но в основном вот Библия Священное Писание вот чему нужно подражать. Будете ее знать хорошо ни с кем вы из верующих не будете припираться или вы сразу поймете о чем он говорит. А если вы припираетесь мы сюда собрались не спорить. Поэтому завтра когда вы сядете перед церковным советом вы не думайте что вы какие-то сектанты собрались здесь вас как говорится обложить чем-то. Мы просто желаем увидеть то что когда-то видели в своих братьях и они нам передали Игнатий Тихонович передавал сколько и другие братья мы же не только на Игнатих смотрим. Вот брат спрашивает Виктора Андреевича вопросы потому что его редко видно он постоянно на работе у него очень сложный труд он должен людей поднимать от очень страшной болезней и слава Богу по милости Божией у него очень мало каких-то бывают таких случаев если был там один я помню давайте помолимся такой случай отошел кто-то и так далее то есть вот кому Господь доверил в нашей жизни верующему человеку можно ему подражать но главное Христос вот видите вокруг все надписи только о нем я хочу сказать что были такие братья которые пытались подражать Игнату Тихоновичу может быть не столько в духовном плане сколько внешне и прежде всего потерпели фиаско это он скажет и прежде всего сапоги и сапоги в том числе и заплачь еще хочу сказать братья и сестры что мы все должны быть священниками я имею ввиду не то что священниками понимаете мы священство в плане того что миряне тоже должны быть священниками мы должны нести слово Божие вот в этом плане священно действие священно действие осуществлять в плане проповеди мысли проповеди как Златоуст говорил в своих проповедях да что я не успею за всеми если вы не будете успевать помогать мне в благовестии почему столько сохранилось проповеди Яна Златоуста что люди любили и записывали их тогда это очень сложное дело было и переписывали перепродавали меняли на что-то поэтому очень много списков сохранилось Виктор Андреевич а что для вас дает община какие такие вот моменты которые вам больше всего ценны лично для вас Да все элементарно вот когда бывает я побываю в храме Московской Патриархии когда я потолкаюсь там вокруг меня этот рой весь этот жужжащий и шумящий скользящий рынок рынок да буквально вокзал когда эти прохожане туда-сюда плечо по одному плечу передай свечу там еще чего-нибудь записки записки все это шуршание как я ценю те 7 минут в которые я вхожу в храме нашем в молитву когда входим в молитву входим тишина спокойствие когда у нас приехал отец Суворов батюшка отец Иран он стоял в храме с отцом Иакимом в алтаре в алтаре в алтаре стоял и думаю а когда же люди-то будут заходить-то почему нет лететь-то уже нужно начинать время вроде строгость такая говорили а все уже там стоят и тихо и муха жужжит он говорит и муха летает я слышу муха-то летает ну значит никого нету а муху никто не трогает ну это говорит о том что порядок порядок пусть это внешне но оно внешне проявляется во внешнем проявляется внутренне Виктор, значит хорошо напомнили завтра как раз служба будет поэтому все проходили наш устав или нет я тогда даже не знаю кое-кто проходил я сам лично но надо устав пройти никто не разговаривает даже шепотом ни на какие искушения не реагировать если ребенок не сходил в туалет до этого он у нас где-то часа два полтора может отдохнуть как следует поспать перед службой звонить обязательно в туалет ребенка чтобы потом не было и начинается бегать ни такого у нас не будет нет у нас если ребенок вышел в туалет там он остается в притворе все но это нельзя поэтому должен стоять впереди молиться Господь на него пузырит у него молитва намного крепче чем у нас ну что они дети и поэтому иногда прям надо наставлять их ты уйдешь молись за нас уж молись мы-то сами будем думать о том где построиться что там купить и так далее это уж ясно ну а потом дальше продолжаем в ответ на ваш вопрос я могу сказать что это семья все наши какие-то внутренние в отдельных семьях каждый имеет свою семью и все что в нашей семье происходит мы приносим сюда и молимся друг за друга за наши общие какие-то потребности нужды все это делим поэтому заболящих посещаем болящих друг друга переживаем молимся то есть это единая семья и мы большей частью открыты друг для друга вот это единение оно более ценно чем все остальное я скажу что по крови родные не столь родные как те которые во духу можно прочитать да конечно читать именно в русле всего сказанного кто не знает мне Сергей сказал папа Вячеслава да я очень рады но сейчас как бы хочу не дифирабы а хочу прочитать стихотворение которое помогло мне отверзить себя я просил молился около двух с половиной лет назад как раз по моему в страстную неделю и просто не смог не написать и когда я написал с тех пор я мобилизую себя этим стихотворением так мобилизую как как надо сказать когда вот если молитва это как бы крылья а это как будто у птицы силы то что я с этого стихотворения обрел естественно это как бы не какие-то мои таланты а видимо просто так было и не для себя хотя обратил его к себе но я знал что не для себя не для себя сперва переставали и сердце отпускало груз его мучения земного он умирал все шесть часов немыслим тяжелых пыток крестом его страдания нам спасение прадет спасибо господи спасибо это так господь открывается некоторым открывается как какой-то голос в делах вот Игнатик тоже стихи написал такие стихи что мы поем много песнопений несколько десятков песнопений положим на стихи и ботик правда редко поем тут они под гитару все но его забрала Франция у нас есть один маленький крестник учится на гитаре и очень подают большие надежды таланты все жду Виктор Андреевич а вот вы были у благовестника Сергия в гостях единожды или несколько раз дважды и вот ваши как сказать братья попрошу помолчать вопрос был задан Виктор Андреевич вот расскажите вот ваше впечатление от общения с Сергеем парализован это написано да да мне тяжело потому что я был с ним близок мы с ним общались по скайпу мы общались с ним живую когда я был у него в гостях в гостях это было быть потому что его нет теперь со мной с нами это был друг у меня есть друг у Бога все живы я уверен что он молится о мне о моих ближних о маме своей о своих дочерей и внуках это был человек в жизни в этой земной необычный с многочисленными талантами и прежде всего талантом человека который имел истинную веру и этой верой заражал многих людей которые вокруг него были приходили к вере все по-разному это трудно было наблюдать когда он рассказывал о том что приходилось рану на брюшной полости на передней брюшной стенке вместо обычных ниток использовать проволоку потому что все это разрывалось от того что постоянные были сокращения морячные тело его не слушалось абсолютно за исключением одной руки правой части руки большей частью только вот кисть которую он клал на мышку и работал работал по 14-16 часов в сутки причем большей частью в ночь писал иконы переписывался общался с многими людьми наше общение было настолько искренним без намека даже на какое-то лукавство с ним находясь нельзя было лукавить можно было говорить только истину только откровенно причем не было ропота это удивительно когда человек почти 15 лет лежит это само по себе это чудо в таком состоянии люди не живут так долго максимум год прорежни различные инфекционные осложнения со стороны кожи с этих прорежней или внутри там легкие через легкие а тут 15 лет надо отдать должное мама татьяна татьяна ильинична умела так обращаться с ним как никто сколько раз несколько раз он попадал потом еще в лечебное учреждение они не знали с какой стороны к нему подойти она только раз и все делала в чистоте в порядке всегда убрано даже никакого запаха нигде ничего так что о ней тоже нужно помолиться потому что она потеряла мужа то есть папа Сережи Георгий умер от опухоли и она до сих пор пока не обрела настоящую веру спасительную а общается с тем Георгием который к ней когда-то приходит ну то есть это вот знаете кто это приходит ну травма ну травма-то травмой но тем не менее надо от этого уходить вот в этом застряла так что нужно помолиться они Татьяна ее зовут чтобы Господь ей дал истинную православную христианскую веру спасительную основу на страхе Господнем и Слове Его Святого ну а Сереже нужно молиться чтобы Господь да Царство Небесное мы молимся постоянно наших всех усопших в том числе о Нем светлой Ему память предупреждать предупреждать потому что 20 минут один все 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 христос Виктор Андреевич собираемся здесь желательно желанно я готов на час выдержал никто не захотел расходиться до твоего призыва Господь и Бог Благодарим тебя чудесное собрание общение распусти нас с миром на мирный сон все услышанное здесь положи на сердце принять веру чистое искренне и евангельское хвала тебе честь и поклонение отец сын аминь спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok